Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастори Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ваш лучший день, потому что вы смотрите передачу, в которой мы учим о страхе Господнем, о том, что благоговеть перед именем Господнем принесет вам в вашу жизнь столько благословений, что вы не в состоянии даже себе представить. Поэтому мы будем вам раскрывать эти секреты. Царство Небесное, которое гарантирует вам успех во всех эреях, защиту Божию, если вы будете благоговеть, хранить, ценить то, что ценит Бог. Поэтому мы хотим сегодня вам раскрыть эту тему и благословить вас. Вау! Господь заготовил много благ, много благословений для каждого человека, который боится Господа. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые ты приготовил уповающим на тебя. Дорогие друзья, страх Господень, он чист и пребывает вовек. И псалмопевец говорит, кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его приводит во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Вот Господь имеет тайны определенные, сокровища, богатства для боящихся его. Вау! Обычно смелые только, не боящиеся получают какие-то сокровища в земной жизни. Но те смелые, которые имеют какую-то смелость особенную, где-то они едут, что-то они достают и приобретают какие-то сокровища. Но это все может быть касательно нашей земной такой временной жизни. Но у Господа есть те тайны, есть те ценности и те богатства и сокровища, которые Он хочет открыть тем людям, которые благоговеют перед Ним. Кстати, страх Господень – это начало мудрости и источник жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Дорогие друзья, страх Господень отличается от страхов демонических, человеческих, религиозных, разного рода страхов сегодня много существует. Те, которые через всю жизнь со страхом смерти проходили, Господь хочет избавить от этого страха. Но страх Господень, Он чист, Он святой, Он даже приносит радость и веселье. Почему? Потому что у нас есть благоговение. Другими словами, страх Господень, Он носит характер благоговения перед Богом, глубокого уважения и почтения к Богу, Создателю Творцу и Спасителю и Искупителю наших душ. Это так замечательно. Поэтому будьте с нами сегодня, мы продолжим эту тему. И что интересно, что Иисус, уча народ, Он говорил, не бойтесь человека, но, и Он сказал, почему не бойтесь человека, который может только тело ваше погубить. Фактически, да, человек, казалось бы, можно бояться, вроде бы нужно, но он только тело ваше убьет. Но смотрите, что получается. Страх перед людьми, бывает, нас лишает страха перед Богом. И вот тут у нас выбор. Он говорит, но бойтесь более того, понимаете, кого? Кто может и душу, и тело ввергнуть в гиену, в ад отправить, понимаете? Он показывает, что Бога бойтесь, благоговейте перед Богом, храните Его заповеди. У нас сегодня есть выбор. Или бояться людей, идти на компромисс, идти, знаете, как молодежь сегодня, им стыдно, они боятся давления этого, которое они оказывают, и начинают употреблять наркотики, начинают грешить, начинают заниматься такой, знаете, развратной жизнью только потому, что на них создали давление, и они испугались, понимаете? И в отличие от того, что они испугались людей, они не имели страха перед Богом, что, а Бог-то накажет больше. Вот этого временного неудобства, может быть, какого-то стеснения, это временно. И на самом деле это очень важно понимать, дорогие друзья, мы возвратимся через несколько секунд, чтобы продолжить эту тему, и именно этот аспект, насколько важно бояться Бога, а не людей. Друзья, вы в программе «Твой лучший день», и сегодня воистину ваш самый лучший день. Вы имеете возможность слышать Слово, и Слово Господне, оно пребывает вовек. Страх Господень, Он чист и пребывает вовеки. Дорогие друзья, блажены чистые сердцем, Иисус сказал, ибо они Бога узрят. Узрят – это не просто так, вот посмотрели, на этом прибыли и забыли. Нет, а узрят – это будут пребывать с Богом всегда. И Господь сегодня милостиво принимает каждого человека, кто принимает искупление, и ту жертву, которая была заплачена за наши беззакония, за наши грехи. Это Иисус Христос стал этой жертвой, чтобы сегодня избавить нас от страха смерти и вести в эту обетованную землю жизни вечной. Сегодня Господь приготовил чудесное место каждому человеку, кто поверит и примет Господа, примет этот страх божественный. И действительно Господь говорит, бойтесь Бога, царя чтите, и сегодня и будет вам благо. Это страх Господень отведет вас от зла, и вы пребудете в безопасности, вы пребудете в Божьем наследии. Да, дорогие друзья, и мы возвращаемся к тому моменту, что или мы боимся людей, или мы боимся Бога. И Иисус предупреждает конкретно, что не бойтесь людей, а бойтесь Бога. И у нас выбор. И я помню, что даже, вот это же написано, Матвей писал, потому что помню в детстве, когда начинали читать Библию, обычно с Нового Завета мы начинали, потому что понимали важности Нового Завета. Я помню мои вот первые эти впечатления, думаю, оказывается, мы должны Бога бояться. И помню еще последние, где написано в Откровениях, последние книги, вообще, Евангелие, о том, что боязливых же и неверных, и скверных суть места в озере Огненном. Понимаете? И я помню, я людям говорила, что я боялась бояться. Я боялась бояться людей. Понимаете? И я помню, когда были ситуации, казалось бы, такие опасные. И я помню, у меня, думаю, выбор. Или бояться Бога, понимать, что Он мне обещал, что Он меня сохранит. Он обещал мне, что меня ангелы охраняют. А если я боюсь, значит, я Ему не доверяю. И плюс еще, мое место будет в озере Огненном. С боящимися, неверными и скверными. Понимаете? Нам кажется, знаете, уже верующие так боязнь в такую, можно сказать, позицию поставили, что как бы это и норма. Даже если ты не боишься, ты что, ты ненормальный, что ли ты не боишься? Ну, как бы, это же опасно. Понимаете? А мы забываем о том, что Бог заповедал нам и оставил конкретное наставление о том, что мы должны не бояться людей, не иметь страха перед людьми, а бояться, потому что это несовместимые вещи. Или мы будем людей бояться и идти на компромисс с плоти, или же мы будем бояться Бога и будем поступать так, как от нас требует Евангелие. Действительно, страх, просто страх, не страх Господень. Действительно, мы должны бояться этого слова, или не бояться этого слова, не знаю. Но факт того, что Господь, Господень страх, который руководствуется тем, что мы любим Господа. И написано, что любовь Божья, которая излила сердца наши Духом Святым, любовь Божья изгоняет всякий человеческий страх. Мы уже упоминали о том, что человеческий страх, он ставит сети, он уловляет нас, и мы обязательно упадем в своей жизни. Но надежда на Господа, страх Господень, он избавляет нас от всякого рода ненужного страха. Поэтому, дорогие друзья, действительно, мы можем убедиться в своей жизни, и видя примеры героев веры, примеры сегодня тех верующих людей, которые уповали на Него, которые обращались к Нему, свой взор подмали к Нему, они никогда не оставались в стыде. Но лица их всегда просвещались, и они всегда пребывали в Божьей славе. Да, и мы, вот я размышляла, что противится, как бы вот, какое противление, почему мы не имеем страха перед Богом? И именно, знаете, это плод наша, это вот дела плоти еще незрелого христианина, когда мы не понимаем всей ответственности и важности любить Бога, чтить Его, потерять Его, вот мы боимся потерять Его, понимаете, вот в этом страх Божий. И плод наша, она бунтарь, понимаете, она не хочет подчиниться и покориться принципам Божьим. И вот в этом и получается проявление, что мы не благодовеем перед Богом, а потворствуем нашей плоти, то, что, как бы, все то, что противится Богу. Дорогие друзья, позвоните, напишите, мы возвратимся, чтобы продолжить эту тему. Друзья, мы снова продолжаем эту тему. Ну, страх Господень. И пастор Галина только что делилась о тех важных принципах, которые она сейчас и продолжит. Да, и вот этот момент, что наша плоть, она такой противник, но поймите, что Иисус сказал, что совершилось, Он свою часть сделал. Теперь наша часть покорить эту плоть. И вы знаете, я сегодня вспомнила тоже в детстве, как я смотрела, наблюдала, как принес проклевывает вот эту скорлупу. И я думаю, какой же это образ. И я помню, как мне хотелось помочь ему. Думаю, сейчас я вот, ой, он же уже проклевывается, надо быстрее ему помочь, чтобы он высвободился скорее, расправился, дышал. А мама, помню, мне сказала, не трогай, а то ты его погубишь так. А я думаю, ну как, я же ему хочу помочь. Понимаете? И вот фактически Бог хочет, чтобы мы сами свергнули эту плоть. Потому что если Он нам поможет в этот момент, когда мы должны ее на крест, понимаете, мы должны ее прорваться через это препятствие, через гордыню, через обиды свои. И людям, знаете, иногда кажется, ой, помогли бы, пошли бы, вот человек не может простить, ну помогите ему. Дорогие друзья, это то же самое, что вот тот птенец, который должен вылупиться, он должен проклюнуться сам, он должен все силы свои, знаете, расправить, как бы вот и сама природа, не сама ли природа учит вас? Что принцип, что когда он прорывается, он потом крепенький, а когда вот ему не дали, знаете, как бы вот эту первую именно прорыв сделать в жизни, он слабый, он потом умирает. Понимаете принцип? Вот поэтому иногда люди должны пострадать, должны побороться, должны, может быть, опуститься до какого-то уровня, но страдаться. Когда они не хотят прощать, когда они не хотят смириться пред Богом, не хотят признать принципов Божьих, не хотят пойти навстречу простить людей, понимаете, и думают, что вот-вот они должны попросить прощения, когда он виноват иногда, понимаете? И я увидела, когда мы помогаем не вовремя, иногда мы не даем человеку вот свергнуть это и вырваться, чтобы потом он человек боялся Бога, не плоти своей боялся, неудобства, что, понимаете, вот эта внутренняя борьба, он должен свергнуть себе эту шкарлупу старой плотской природы, падшей природы, понимаете, которая нас, можно сказать, держит от свободы, которой мы должны высвободиться в духе и не иметь границ, понимаете? Вот он пока сидел там, он думал, что это всё. Когда он начал, потом пришёл эти позывы, как мы действительно, это борный ген, это рождены свыше, эта новая жизнь прикоснулась к нам, и мы начали проклёвывать как бы эту путь, о, есть Бог, мне надо к Богу, мне надо, и понимаете, и вот этот прорыв вы должны сделать. И я чувствую, что некоторые никогда не сделали это, может быть, кому-то даже помогли сделать, и вы чувствуете слабо, и что вы всё время обижаетесь по мелочам, вы всё время, вы не боитесь Бога, потому что вы не боитесь потерять вечного спасения. И я же говорю, помню, что с детства я боялась бояться именно потому, что я понимала, что я могу лишиться Царствия Небесного. Бог говорит, значит, Он исполнит. Это не легкомысленно. И сегодня я вижу, что люди настолько легкомысленно относятся к Слову Божьему, как будто, вы знаете, Бог посоветовал, а потом Он поменяет, а потом я Его уговорю. Дорогие друзья, относитесь с благоговением к Слову Божьему. То, как написано, так и будет. – Абсолютно. У нас есть выбор, дорогие друзья. У каждого человека Бог никого не насилует, не заставляет. Мы можем избрать – ходить в страхе Господнем или отвергнуть страх Господень. Но есть неразумно отвергнуть страх Господень. И мы уже разбирали важность того, что страх Господень очень важен, и чтобы Он пребывал всегда. Не просто Господень так имеет план на нас, чтобы мы иногда испугались, какую-то новость услышали, и вот страх Господень. Когда страх Господень отсутствует в нашей жизни, не пребывает постоянно, не пребывает вовек, мы способны сразу грешить. Почему? Потому что мы ходим во плоти. Но страх Господень, Он охраняет нас. Он чист, Он через страх Господень мы не грешим. А без страха Господнего мы обязательно будем грешить, дорогие друзья. А никто не может увидеть лица Божьего, если не пребудет в страхе Господнем без чистоты и святости. Поэтому сегодня у нас выбор – избрать страх Господень. Скажите, я избираю страх Господень, потому что в нем есть источник жизни, и действительно есть мудрость. И мы как понимаем, мы говорим не просто о такой временной жизни, есть та жизнь вечная. Есть та мудрость, которая нам необходима. Не человеческая мудрость, но нисходящая свыше. Дорогие друзья, напишите и позвоните, что вы желаете прибыть в этом страхе Господнем, во веки, как и Господь учит. После короткой паузы мы вернемся. Друзья, мы продолжаем нашу замечательную тему – страх Господень. И пастор Галина только что делилась о важности иметь страх Господень. И действительно, в притчах Соломона мы читаем. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Почему? За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня. Сегодня Господь говорит, когда вы услышите голос Его, услышите мудрость, Его истину, Его правду, не отвергните страха Господня, не отвергните Его на самом деле, потому что отвергая страх Господень, мы отвергаем Бога, Его мудрость в нашей жизни. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». То есть, что человек посеет, то и пожнет. Посеет непокорность – пожнет непокорность. Бунт посеет против Бога – пожнет бунт. «Потому что упорство невежно убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Воистину, страх Господень чист отводит от зла. «И кто имеет его, всегда будет доволен». То есть, мы Бога имеем в своей жизни. «И зло не постигнет его». Бог не есть источник зла. Он есть источник мудрости и добра. Дорогие друзья, сегодня Бог призывает, чтобы мы избрали, не отвергали того, что Бог предлагает для нас. И действительно, сегодня чудесное время, сегодня лучшее время, когда мы можем пересмотреть свою жизнь, остановиться, как Господь говорит, «Остановитесь и познайте, что я Господь». Возлюбите Господа, служите Ему со страхом и трепетом, и радуйтесь с весельем. И Господь почтит ваше упование, вашу веру, и благословит не только вас, а ваше окружение, вашу семью, те нужды, которые в вашем сердце есть, в вашей жизни. Господь силен решить, когда вы придете к Нему. Не отвергните страха Господнего. Он научит вас, Он наставит, Он будет руководить вас, Он просто покажет вам и будущность, и надежду, которая есть для вас от Господа. И мы хотим благословить вас, чтобы этот страх Господень, он стал сокровищем вашим. И наступят безопасные времена твои. Изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Это Исайя писал, пророк Исайя, он говорил, вот когда страх Господень будет сокровищем вашим, тогда наступят безопасные времена ваши. Изобилие спасения и мудрости и ведения. Представьте себе, как вы нуждаетесь в мудрости и ведении. И я сейчас молю Бога, чтобы эта мудрость и видение, оно стало вашим сокровищем, оно стало достоянием вашим, потому что сейчас вы делаете решение в сердце своем, я буду бояться Бога. Я избираю благоговеть перед Ним, я избираю послушание, что бы мне это ни стоило. Да, мне будет трудно, но Бог поможет мне, Бог поможет мне в свои силы свергнуть эту скорлупу, которая сегодня препятствует мне видеть эту божественную сущность во мне, которые сейчас подавлены этой плотской моей природой, плотскими похотями, и я делаю решение свергнуть себя, всякую нечистоту, всякий грех запинающий меня, свергнете себя, написано, Павел говорит, свергнете себя, вы свергнете себя, это всякое бремя и всякий грех запинающий вас, который вам не дает прорваться, не дает получить мудрость от Бога, ведение, защиту от Бога, просто обеспечение, благословение, а исцеление, Господи, пусть придет исцеление в разум тех людей, которые сегодня просто настрадались, они уже устали от этих похотей плоти, которые их просто затаптывают и насмехаются, и враг глумится над вами, поэтому я, Господь, благодарю Тебя, что сегодня они просто в вере восстают, этот страх Господень дает им дерзновение и крепость восстать против, просто восстаньте, я вам говорю в духе, восстаньте, восстаньте против этого плоти, похотей плоти, восстаньте против этого духов злобы поднебесной, которые просто угнетают вас, которые затаптывают вас, которые оскверняют вас этими грехами, и не дают вам ходить в царском достоинстве во имя Иисуса Христа, я сейчас высвобождаю разум этих людей от этого пленения, этого просто плоского мышления во имя Иисуса Христа, я пленяю ваше помышление в послушании Иисусу Христу, и придет это почтение, благоговение, и придет этот страх Господень, который будет самым большим сокровищем в вашей жизни во имя Иисуса Христа, Господь, я постановляю царство Твое в семьях этих людей, и придет внезапный прорыв, внезапный прорыв, то, что вы настрадались, то, от чего вы устали, и то, что, может быть, прошлый опыт ваш, он горький опыт, и вам казалось, что Бог вас не слышал, и что-то не работает, нет, это все работает, просто у вас не было благоговения перед Богом, вы позволяли в семье своей те вещи, которые вы не имеете права позволить, как дитя наследие Божие, и вот это было препятствием, это было открытой дверью для лукава, который приходил и осквернял, и расхищал благословение Божие, понимаете? Поэтому Бог сегодня просто высвобождает эту благодать вам на этот духовный прорыв во имя Иисуса. Примите, дорогие друзья, страх Господень, Божью мудрость, в вашу жизнь придут те сокровища, те благословения, которые Бог приготовил для вас, придет восстановление вашей судьбы, исцеление вашей души, что очень важно, исцеление вашего тела, Господь хочет восстановить, и вы будете восстановлены, и не только, вы понесете восстановление со страхом Господним, еще для многих людей. Бог ждет вас, дорогие друзья, поэтому не откладывайте, примите сегодня благость и милость Божью, страхом Господним исполнитесь вы. Почему? Потому что вы приняли Господа, вы приняли Его призыв, поэтому каждый, кто призовет имя Господне, он никогда не останется в стыде. Дорогие друзья, спасибо, что вы в программе с нами «Твой лучший день», и мы посылаем вам шалом! Редактор субтитров А.Семкин